Южная Корея, Китай, Малайзия, Иран, Америка. Маленькие представители этих стран воспитываются в частном детском саду на Сахалине. Удивительно, дети разговаривают на разных языках, но понимают друг друга без труда, а воспитатели говорят с ними на английском и русском. Здесь нет Екатерины Алексеевны и Юлии Александровны, есть воспитатель Катя и директор Юлия. Специалисты уверены, общаясь с ребенком на «ты» можно добиться доверительных отношений. Все как у нас в бэби-клубе. Такая лента у нас в бэби-клубе, есть такая доска, такой афавит есть. Здесь не скучно? Нет. Здесь очень много детей, мне нравится. Детскому саду Юлии Платошиной еще нет и года, а чуть старше его бэби-клуб. К решению об их создании предприниматель пришла после рождения ребенка. С коллегами и всеми заинтересованными она сегодня делится секретами успеха и тем, как преодолевала сложности. Говорит, трудности были с выбором помещения и поиском специалистов, которые бы не только знали образовательные программы, но и любили детей. И такие нашлись. Когда дети полтора года начинают считать до десяти геометрические тела и фигуры, подходить к тебе и говорить «Конус!» Вот это самое, мне кажется, важное. И когда улыбки детей и радость родителей, это замечательно. Конечно, я очень люблю свое дело. И занимаюсь, и буду заниматься, и в дальнейшем буду развиваться. Такие экскурсии проходят в рамках недели предпринимательства. Впервые за пять лет в ней участвуют владельцы дошкольных учреждений. Слишком многие сейчас находятся в тени. Отсюда необходимость такого общения. Пока в областном центре только у одного из лицензия. При том, что город готов оказывать помощь. Была оказана финансовая поддержка более 10 миллионов. В 2016 году и сегодня уже также проводится конкурс на отбор заявителей. И первые такие у нас результаты в этом году у нас пришло на пять заявителей больше, чем в прошлом году. Всего в рамках недели предпринимательства в областном центре планируется 15 подобных встреч. Охвачены будут разные сферы услуг. У нас, в принципе, всегда положительная динамика роста. Как и индивидуальных предпринимателей, так и юридических лиц. Наша задача – создать условия, чтобы все-таки было больше открывшихся и менее закрывшихся предприятий. И, кстати, 23 мая в областном центре откроется еще один новый частный детский садик. Продолжение следует...